вы смотрите специальный выпуск в центре объектива дорогие друзья напомню что мы находимся в аргазовской области армении и здесь находится 39 букв армянского алфавита многие кто приезжают сюда думают что это просто камни которые превратились буквы в действительности эти буквы являются символами эти буквы являются событиями эти буквы являются населенными пунктами и эти буквы самые важные самые лучшие самые мудрые армяне отцы нашего народа именно про них про то как их убили ограбили и выгнали из армении будет этот специальный выпуск мы находимся в аргазовской области армении и здесь снимаем специальный выпуск передачи в центре объектива сегодняшний наш выпуск очень важен для меня и для всей нашей команды многие люди которые посещают это место думают что они смотрят на 39 святых армянских був которые высечены из камней мы же видим в этих буквах события города населенные пункты и главное людей наша передача про 8 самых добрых самых богатых самых сильных самых мудрых армян и армянок которых мы старая армянская власть убила ограбила и выгнала из армении первый наш герой это буква а и буква а это леонид асгалдян легендарный командир и человек ученый физик который понимал что нужно рассчитывать только на собственные силы и поэтому начал разрабатывать собственное оружие леонид асгалдян в 1991 году вместе с офсепом офсепианом организовал армию освобождения которая занималась защитой армянского населения арцаха леонид асгалдян говорил что ему не нужны бойцы готовые умереть за родину ему нужны бойцы готовые сражаться и побеждать леонид асгалдян отдал арцаху и армении всю свою любовь все все свои силы весь свой талант в ответ он получил от карабахских командиров нож в спину леонид асгалдян человек шагнувший в бессмертие своими поступками и героизмом когда началась первая карабахская война он один из первых взял оружие и оказался на передовой леонид асгалдян стал символом любви к отечеству надо отметить что многие командиры арцаха завидовали ему во всех отношениях из-за его ума смекалки смелости авторитета и после освобождения шуши в мыслях завистников появился план избавиться от него они использовали свой любимый трюк снайпера близ села тонашен который выпустил в него смертельную пулю это убийство свалили на азербайджанских солдат после убийства асгалдяна власти арцаха практически никак не увековечили имя героя леонид асгалдян освободил 27 сел и это геройство ему не простили алчные командиры следующий герой специального выпуска в центре объектива карен демирчан национальный герой армении карен демирчан отец армянского народа глубоко эрудированный образованный человек который хотел видеть свой народ образованным только в 1988 году в армении было напечатано 287 миллионов экземпляров газет и журналов 1988 году под давлением москвы карен демирчан уходит из политики в 1998 году увидев глубокое отчаяние армянского народа карен демирчан возвращается в политику выигрывает парламентский выбор выборы и становится премьер-министром армении карен демирчан хотел вытащить из глубокого болота армянский народ но этого не хотели экс-президенты роберт кочарян и сэр сарксян именно их группировки приняли решение что карен демирчан не должен жить карен демирчан истинный отец своего народа отец который думал о благополучии каждого жителя армении его авторитет в народе был огромнейшим сила его слова была величайшая среди интеллигенции и рабочих высокий уровень жизни последние годы ссср в армении ассоциировали с именем демирчан карен демирчан был большим хозяином маленькой страны мелкие циничные и алчные главари карабахского клана понимали что по сравнению с демирчаном они жалкие и безграмотные шакалы и именно поэтому решили убить его можно убить карена демирчана но нельзя убить его слова и дела его любовь и молитвы армии следующая буква нашего фильма буква ш шарль азнаур всемирно известный армянский шансонье последний отрезок своей жизни обрушился с критикой на армянскую власть шарль азнаур был шокирован жестокостью экс-президентов армении которые не пощадили многих прокуроров следователей и командиров стоящих на их пути шарль азнаур просил опомниться экс-президентов армении в ответ он получил прозвище от одного из них гиш бить за шарль азнаур написал около 1300 песен сыграл в 60 фильмах и продал более 200 миллионов дисков его любил весь мир его любил весь армянский народ единственные кто его не любили смеялись над ним и использовали это старая армянская власть шарль азнаур ненавидел армянских экс-президентов вот что он говорил в то время как одного сажают за то что он украл два яйца те кто украли миллионы остаются безнаказанными азнаур умолял роберта кочаряна серже сарксяна и все их команды опомнится вот что он говорил мы должны понять что у нас есть прекрасная страна для развития иначе однажды она может исчезнуть как некоторые древние цивилизации шарль азнаур считал что старые власти армении поставили под удар будущее страны на протяжении всей жизни шарль азнаур помогал деньгами армении и арцаху и около 70 процентов этих сумм в степанакерте и ереване были разграблены серж сарксян властители арцаха и другие чиновники устали от нравоучений шарль азнаура и в какой-то момент решили поставить его в игнор весь мир аплодирует азнауру но только не старая армянская власть впрочем имя шарль азнаура будет жить еще много тысячелетий а имена тех людей которые его обокрали мы забыли и никогда не будем вспоминать следующий герой нашего специального выпуска буква с буква с известная армянская поэтесса сильва капутикян сильва капутикян один из лидеров карабахского движения уже в 1990-х годах сильва капутикян начала жестко критиковать армянские власти в 2004 году сильва капутикян возвращает ордер святого масштодца роберту кочаряну и вот что говорит сильва капутикян господину кочаряну если вы господин роберт кочарян действительно озабочены судьбой родины и если кочарян хочет чтобы восстановилась народное единство достигнутые в 1988 году то он кочарян должен уйти с политической арены в ответ роберт кочарян устроил травлю поэтессе и последние годы своей жизни она прожила в глубокой обиде и боли сильва капутикян величайшая армянская поэтесса 20 века академик нам республики армения заслуженный деятель культуры армении заслуженный работник культуры грузии сильва капутикян зорием балаяном летала к михаилу горбачеву именно после этой поездки сильва капутикян возненавидела и зория балаяна и тогдашних руководителей армении и арцаха дело в том что на тогдашней встрече с советской властью сильве капутикян и зорию балаяну было ясно сказано что советская власть ни при каких обстоятельствах не поддержит чаяние жителей арцаха однако к огромному удивлению сильвы капутикян зорий балаян приехав в армению рассказал все с точностью да наоборот и дал лживые надежды людям на местах уже тогда сильва капутикян поняла что дошнаки зорий балаян и некоторые провокаторы встали на путь где армянскому народу будет дана роль пешки от которого ничего не зависит с начала 1990-х годов поэтесса выступала с острой критикой армянских властей и их политики после подавления митингов оппозиции вернула в 2004 году орден святого месропа масштодца роберту кочарян каждый день жизни сильва капутикян при роберте кочаряне превратился в ад наполнены переживаниями муками и гонениями поэтессу зажимали со всех сторон по приказу карабахской мафии отстраняя ее от выступлений и эфиров в 2006 году сердце сильвы капутикян остановилась она умерла но осталось жить в наших сердцах следующая буква нашего выпуска к кир киркорян киркорян миллиардер армянского происхождения в 2007 году его состояние оценивалось 18 миллиардов долларов кирк киркорян открыл фонд линдси в армении чтобы помогать армянскому народу однако он был шокирован бандитизмом и воровством высших эшелонах армянской власти с этим он закрывает фонд и уезжает из армении своем завещании он просит чтобы ни одного доллара не досталось армении из 18 миллиардов кирк киркорян очень любил армению армянский народ в ответ он получил издевки насмешки и жалкая кидалова кирк киркорян один из основных бизнес-фигур лас-вегаса 40 процентов отелей и казино лас-вегаса принадлежала армянскому миллиардеру в девяносто втором году занимался благотворительностью и пожертвовал 224 миллиона долларов армении киркорян делал многомиллионные вклады фонд арцаха которые были разграблены тогдашним руководством и карабахским генералитетом кирк киркорян также финансировал структуры и организации армянской диаспоры в сша с 1998 года по 2011 год кирк киркорян пожертвовал армении арцаху 367 миллионов долларов из них около 300 миллионов долларов было разграблено после многих лет финансовых вливаний в 2010 году миллиардер потребовал дать ему немедленный отчет о том куда делись около 500 миллионов долларов кирк киркорян дал роберту кочаряну и сержу сарксиану ровно семь дней на то чтобы провести аудит и предоставить ему результаты не получив никакого ответа миллиардер передумал помогать армении и лишил ее 200 миллионов долларов в 2011 году свернул деятельность фонда линдси в армении так как был в шоке от просьбы сашек и сарксиана открыть на паях пару казино в лас-вегасе отметим что роберт кочарян на своих предвыборных митингах обманывал народ армении обещая построить то что вообще-то строилось на деньги фонда линдси по сути тогдашняя власть армении арцаха опозорили по всему миру мецената думая что он такой же лицемер и аферист как они сами кирк киркорян любил армению и армянский народ а в ответ увидел грабеж и ложь следующая буква нашего специального выпуска буква в буква в вас ген сарксиан национальный герой армении вас ген сарксиан после первой карабахской войны очень сильно изменился в 1996 1998 году он почувствовал что армения катится в пропасть именно поэтому он объединился с кареном демирчаном для того чтобы спасти армянский народ и армению вас ген сарксиан начал снимать должностей жирных должностей карабахских генералов которых назначили по блату бывшие армянские руководители эти генералы начали точить зуб на вас гена сарксиана именно уже тогда появились за его спиной разговоры что этот человек мешает более того по всей армении начали распространяться слухи что якобы вас ген сарксиан жестокий тиран что не соответствовало действительности об этом знал даже сам вас ген сарксиан тогда же появилась идея убрать этого человека эту идею притворили в жизнь 27 октября 1999 года убили вас гена сарксиана вас ген сарксиан министр обороны армении с 1991 по 1992 год из 1995 года по 1999 год премьер-министр армении с 11 июня 1999 года до 27 октября того же года за два года до убийства вас гена сарксиана карабахская мафия по всей армении распространяла лживые слухи о том что вас ген сарксиан был жестоким убийцей и беспредельщиком сам вас ген сарксиан жаловался своим друзьям что за его спиной придумывают ему образ жестокого и грубого медведя нет сомнений что решение о убийстве вас гена сарксиана было принято за несколько дней до расстрела карабахским кланом по нашим сведениям практически все руководители арцаха и армении встретились подвале кгб на тайное совещание это произошло за несколько дней до расстрела убийц вас гена сарксиана возможно очень хорошо знает сам вэл бабаян или догадывается о них так как по нашим сведениям заклятый враг сам вэла бабаяна кормил и спонсировал найри унаняна в крыму уже после расстрела роберт кочарян в знак благодарности назначает спонсора найри унаняна в крыму одним из первых лиц арцаха вас ген сарксиан стал жертвой зависти гнилья и подлости главарей карабахского клана следующая буква это буква л левон хайрапетян левон хайрапетян национальный благотворитель герой арцаха отец арцаха после смерти а по сути убийство левона хайрапетяна арцах и арцахцы стали сиротами не баку саакян не аркадий гукасян не араик арутюнян никогда не имели даже доли той любви которую арцахцы дарили левону хайрапетян у меценат и благотворитель постоянно был в объективе зависти со стороны роберта кочаряна серже сарксиана карабахских генералов и чиновников эта зависть родила идею идею убить и уничтожить левона хайрапетяна как-то я общался с дочерью левона хайрапетяна анжеликой хайрапетян которая рассказала мне что мама левона хайрапетяна всегда говорила сыну пожалуйста не езжай в арцах там тебя убьют так оно и вышло левон хайрапетян последний отец арцаха которого убили те кто должен был его беречь на протяжении всей жизни мецената его окружали люди думающие лишь об одном как бы умаслить этого доброго человека притвориться паеньким и выбить бабла на свои мутные делишки когда левон хайрапетян попал под домашний арест он понял какие люди его окружают оборотни думающие только о своем благополучии и пользе причины уничтожения левона хайрапетяна в реальности иные чем те которые были распространены в народе во времена сержа сарксяна и роберта кочаряна реальная причина уничтожить авторитета арцаха чтобы он прекратил расшатывать власть карабахского клана и вторая причина это огромная сумма денег которая лежала в одном из ереванских банков по слухам в социальных сетях это около 120 миллионов долларов левон хайрапетян держал эту огромную сумму у своего карабахского друга одного из владельцев ереванских банков данный друг в кавычках сообщил экс-президенту армении об этом и впоследствии произошла самая настоящая дележка денег левона хайрапетяна сразу после смерти мецената пропало завещание левона хайрапетяна и пропал куда-то юрист написавший данное завещание пропало завещание нет и денег так решили те кто ранее сидел за одним столом с хайрапетяном и притворялся его братишкой подлость и предательство и зависть вот что дарили люди из окружении левона хайрапетяна меценату дочь левона хайрапетяна анжелика хайрапетян рассказывала мне что левон хайрапетян во время домашнего ареста хотел увидеть участие в его освобождении оправданий от рубена вартаньяна но не дождался выясняется что рубен вартаньян поленился даже поднять трубку и ответить на телефонные звонки а ведь немалые связи с влиятельными людьми у рубена вартаньяна набрались именно благодаря левону хайрапетяну понятно почему по словам анжелики хайрапетян рубен вартаньян не захотел поднимать трубку он рубен вартаньян знал что убийцы крокодилы уже делят шкуру пока еще не умершего левона хайрапетяна на похороны мецената не прислали ни одного венка не серж сарксиан не роберт кочарян от имени государства не прислали даже одной телеграммы сочувствия и соболезнования карабахский клан был счастлив что избавился от мудрого и народного авторитета арцаха я лично уверен что бог был разгневан тем как карабахские чиновники и бандиты поступили с левоном хайрапетяном и одной из причин наших потерь многочисленных земель в 2020 году является божья кара дорогие друзья не случайно вы видите меня без фотографии на фоне буквы м это очень важная буква в нашем фильме человек который навсегда останется в нашем сердце это командир на букву м который приехал в арцах для того чтобы отдать свои силы любовь и жизнь во имя арцаха и армении к сожалению на протяжении последних 30 лет азербайджанская власть тратила деньги на то чтобы заблокировать имена наших национальных героев в социальных сетях например фейсбук поэтому нам сегодня сложно стоять с его фотографии а вот бывшие армянские власти тратили миллионы и миллиарды на организацию пошлых концертов государственном кремлевском дворце поэтому нам сегодня приходится ограничивать свои слова и тексты нашем фильме дорогие друзья напомню что командир на букву м который отдал свою жизнь и который сделал огромный вклад в защиту арцаха был тоже убит карабахскими командирами какой-то момент они поняли что начинается политическая жизнь после окончания первой карабахской войны и командир на букву м будет им очень очень сильно мешать они сделали все возможное чтобы азербайджанцы его убили они умышленно его посылали в огневые точки якобы для их подавления но четко понимая что он там будет противником уничтожен на этом наш фильм подошел концу передача центре объектива выходит благодаря добровольным пожертвованиям наших подписчиков основные пожертвования семья рушанян и карапетян и каждому кто помогает мы говорим спасибо удачи удачи Субтитры подогнал «Симон»